Привет, друзья! И это такое незапланированное, 7-минутное просто видео, которое мне захотелось тянуть буквально сегодня утром, потому что, не знаю, какая-то такая ностальгия пошла, и осень, и холодно, как-то приятно, я заварила чаёк, в пакетиках, кстати, но, думаю, меня не судят за это. И это видео будет посвящено моим писательским девайсам, потому что я реально не знала, как обозвать это видео. Что такое ещё писательские девайсы? По идее, это только ручка и бумага, но если было всё так просто, наверное, я бы не записывала это видео. В общем, друзья, если вы хотите зарядиться небольшим таким, как всегда, вдохновенческим настроением, каким-то позитивом, неким таким осенним сплином даже, может быть, потому что реально у меня сейчас такое состояние, что хочется поддаться каким-то воспоминаниям, так что оставайтесь со мной, и, быть может, наша с вами беседа будет очень расслабляющей, приятной и продуктивной. Знаете, буквально недавно я посмотрела видео одной девушки, вроде как ничего такого странного в ней не было, но видео называлось «Как организовывать себя», «Как вести ежедневник» что-то в этом духе. И в самом начале она сказала такую вещь, после которой мне захотелось реально выключить это видео. Она сказала, что если вы человек, который не планирует себе день, не записывает по полочкам, что ему нужно сделать, не формирует свои цели на бумаге, то для меня, типа, этот человек, как хронический алкоголик, типа, он просыпается утром, вот как он встал, куда его понесло, туда он и пошёл. Вот, я что-то выключила видео и так задумалась, думаю, какой бред. Но если человек не записывает свои планы, ну, допустим, если он держит всё в голове, то почему бы и нет, почему бы сразу алкоголик. Показуем ежедневник, купленный в фикс-прайсе, он с Angry Birds. Кстати говоря, вы знаете, вот если вам будет видно, вот этот вот чудесный птенчик, он похож на Баскова. Я его называю Коля Басков. В общем, этот ежедневник один из, потому что два ежедневника, тоже вот таких маленьких, сгрызла Линда. Я не тот человек, который пишет себе план на день и все пункты выполняет. Потому что, вы знаете, по вечерам вы садитесь, вы пишете, и когда просыпаетесь утром, как-то, знаете, не хочется открывать ежедневник, потому что, ну, там столько всего, и так столько дел разных. Вчера я была не так устала, утром я встала, всё как-то хмуро, вяло. В общем, ну, не знаю, кому это знакомо, я думаю, меня поймут. И вы не открываете ежедневник до самого вечера, приходите вечером там со своих дел, с учебы, с работы, и понимаете, что вы почти ничего и не выполнили. У меня такой, знаете, протест, протест юности, протест детства, что то, что написано, надо это, надо это, надо это выполнить, Света никогда ничего полностью не выполняет. Но я нашла для себя более такой приятный момент. Я использую, во-первых, всякие приятные штучки, которые скрашивают вообще наше время. Это просто цветные гелевые ручки и набор обычных ручек. Лично я считаю, что то, чем мы вообще пишем, играет огромную роль в нашей жизни и даже в нашем настроении. Потому что, знаете, у меня был набор таких неудобных ручек, вот я их держала, вот буквально попишешь две минуты, у тебя жутко устает рука. И я как-то перестала вообще заглядывать в свои ежедневники. Все по какой причине? Все по этой. Ну, я прикупила более-менее приличные ручки, и теперь я сажусь в ежедневнике, и на написание дел гораздо чаще. Вот, и реально вот все красиво так оформлено, все замечательно. Я думаю, во мне будет видно, что отсвечивается. Но, тем не менее, сюда я называю свой такой творческий, в общем-то, блокнот, потому что, ну, не люблю я ежедневники, я тупо вот с планом делаю. Если мне что-то нужно сделать, я, конечно же, это запишу. Я обрисую это какими-нибудь сердечками, цветочками, напишу какую-нибудь смешную фразу. В общем, чтобы это все выглядело не так обязывающе. То есть я, ну, действительно, у меня очень творческий склад ума, и вот тупо написанные вещи, которые нужно сделать черным по белому, еще у вас летательный знак, у меня вызывают просто, о, нет, пожалуй, не сегодня. Тогда сюда я записываю кучу всяких идей, темы, видео, планы, тренировки. Короче, как такового плана, знаете, там вот день первый, вторник, среда, четверг и так далее, по месяцам, здесь этого нет, это абсолютно, как сказать, полет мыслей, так скажем. Захотела написать, написала. То есть, и лично мне это действительно подходит. И следующий ежедневник, это один из моих любимых, потому что ему очень много лет. Здесь такая резиновая обложка, это фирма Брауберг, насколько мне известно, мне подарила его мама на день рождения. И я удивляюсь качеству этой вещи, и я сюда не записываю никакие ни планы, ни дела, ни прочее. Это один из моих, один из первых, наверное, романов. Я жутко фанатила в «Пластелин и колец», и здесь написана типа четвертая часть «Пластелин и колец». Кстати, она достаточно неплохая. Я вот сейчас иногда перечитываю, думаю, вот даже этот язык, вот этот вот Толкина, он как-то сохранен, вся эта манера, она есть. Вот, но как-то, вы знаете, выкладывайте это на всеобщее обозрение, вы знаете. Если вам интересно, вы мне напишите в комментариях, как вы считаете, имеет ли это место вообще быть прочитанным, потому что, в принципе, мне нравится. Но я слишком уважаю профессора Толкина, чтобы как-то писать продолжение. Я знаю, что Ник Перумов в свое время написал четвертую часть, но она получила не очень хорошее мнение, отзывы критиков, да и я вообще не понимаю, как можно поднимать руку на такое чудесное произведение. В общем, я практически сюда не записываю ничего. Единственное, у меня есть такая привычка, я люблю в конце ежедневника писать всякую лобу день. Тоже всякие стихи, не стихи, записи, заметки, тоже тренировки. И достаточно интересно все это потом просматривать, читать. И я все время ставлю числа месяц и год, потом думаешь, боже мой, что, под чем я тогда была в этом лохватом году? В общем, мне очень нравится этот ежедневник, я действительно его очень берегу, я, может быть, даже передам его потомкам. Поэтому фирма Брауберг, да, вы меня порадовали, действительно качественная штука. Следующий малыш, который был со мной, кажется, год, даже два, вот как раз который порвался, оторвалась полностью обложка, он кожаный. И фирма Эскалада, не знаю, есть ли такая фирма, обалденный ежедневник был, конечно, но я тоже буду его хранить. Я использовала его в основном для записи своих лекций. Здесь в основном лекции, 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 этими закладочками цветными я помечала разные предметы. И я считаю, что такие штуки очень полезны именно для студентов, потому что я не очень люблю, вы знаете, сейчас покажу, вот такие штуки с, ну, кольцем, штуки на кольцах, в тетради на кольцах, вот такие, потому что, ну, мне очень неудобно на них писать, потому что рука постоянно, ну, вы знаете, напарывается вот на эти кольца, и это мне очень приятно, и постоянно эти листочки теряются, вы не можете их найти, у меня есть такие запасные, но я вот не пользуюсь, к сожалению, вы знаете, для меня это нонсенс, потому что, если дома есть какая-то пустая бумага, я просто обязана что-то на ней написать. Да, здесь я писала как раз свои планы на день. Но если вы почитаете мой типичный план на день, то вы заметите, что начинаю я сделать то-то, то-то, а заканчивается всякими мыслями, песенками, стишочками, и, боже мой, прямо аж сама философия льется из головы. Сейчас покажу ещё один, ну, в принципе, такого же абсолютно плана, зелёненький. Этот, кстати говоря, он тоже у меня использован для лекций по большей части, также я использую для работы, когда я работала журналисткой какое-то время, интервьюшки всякие записывала, также я в нём рисую непонятные шняги. Я думаю, вам не видно. Нет, я думаю, вам не видно. А я вам тут листаю. Короче, это чисто такой творческий скетчбук, если можно назвать. А, опять лекции, 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 и в конце, по-моему, опять-таки стихи, спорт. А в конце просто, вот если вы видите, всё, света впала в детство окончательно. Зато мне потом очень приятно всё это читать, которое вы, наверное, видели у меня в Инстаграме, и, может быть, даже в моих мастхэвах и это, или в весны, я не помню. Что-то вообще просто... Это подарил мне муж на мой день рождения. И, ну, конечно, я не буду говорить про дизайн, дизайн этой штуки просто обалденный. И здесь офигенная такая под старину бумага, такая желтоватая, со золотым тиснением, закладочкой. И в этой штуке я пишу свою вторую часть романа. Конечно, у меня есть сомнения, что я вскоре перейду на какой-то информационный носитель, да? Но в данный момент мне пока нравится. И я пишу в этой вещи очень редко. Когда есть настроение, я включаю приглушённый мягкий свет, делаю чашечку чая и пишу, потому что нужно писать красиво, без ошибок, потому что мне не хочется портить такую классную вещь. И она действительно... Я просто вот беру её в руки, и у меня уже... У-у-у, прям такой палет мыслей идёт, потому что я свято верю в то, что красивые вещи, которые нас окружают, они действительно способны нас вдохновлять на что-то. Слушайте, так потемнело за окном. Друзья, что я могу сказать по поводу писательских вообще девайсов? Кроме того, что я пишу вручную, конечно же, я очень много печатаю на компьютере, в самом Word, у меня есть какие-то записульки, дневники, блокнотики по мелочи. Но, конечно же, большую часть работы конкретно сейчас я делаю на компьютере. Хотя это не так душевно, но я стараюсь максимально это сделать комфортным, чай сделать, включить какую-нибудь приятную музыку, потому что без музыки писать я, честно, не могу. Даже хотя бы тихой. И всё. Но раньше, если вы встретили меня лет в 20, может быть, года два назад, то я вообще не признавала компьютер. Я всегда была за ручной, так скажем, труд. Мне это очень нравилось. Это меня очень успокаило. И даже сейчас я просто сажусь, начинаю писать, и я полностью вообще отключаюсь. Поэтому, что я ещё хочу подвести итог. Если вы человек, который не то чтобы недисциплинированный, но который так же, как я, не может ежедневно по полочкам, по пунктам писать планы на весь день и скрупулёзно их выполнять, купите цветных ручек, купите фломастеров, сделайте свой настрой более позитивным, более лёгким. И тогда, я думаю, у вас всё будет хорошо, если вы сами обманите себя, потому что сам обман тоже никто не отменял. Если написать там какое-нибудь дело, которое вы не любите, помыть посуду, но при этом сделать какие-нибудь прикольные наклеечки, разукрасить всё это дело, то посуда пойдёт у вас гораздо быстрее. Так что, друзья, если есть какие-то вопросы, я не знаю, какие вопросы можно задавать к этому видео. Не знаю, может что-то про писательство, что-нибудь про... Не знаю. В общем, если есть мои вопросы, задавайте, пожалуйста, в комментариях. Если есть допросы на видео, пожалуйста, тоже. Я всё слушаю, всё фильтрую, и в скором будущем вы всё увидите. Поэтому всем пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok